Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи, недельный обзор рынка FIBA Group. И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, добрый день! Добрый день, Игорь! Рад приветствовать всех слушателей и зрителей. Неделя эти кучки будет достаточно интересная. Интересно, как вам в последние буквально дни, там, среда, четверг, пятница, но пятница еще под вопросом, немножко попозже, да, перейдем к ней. Сегодня, ну, в принципе, будем объективны. Практически все понедельники достаточно слабые. Это, тут я Америку ни для кого не открываю, в принципе, практически все понедельники, экономические календари, они пустые. И это, в принципе, нормально. Почему? Потому что, ну, для меня понедельник, первый торговый день недели, это день, в который нужно абсолютно спокойно, не спеша подготовиться ко всей торговой неделе. Самые активные дни у меня это, начиная со вторника, вторник, всегда четверг, пятница, опять-таки, я стараюсь торговать по минимуму. Всегда ли я торгую практически, точнее, всегда ли я не торгую в пятницу? Нет. Практически все пятницы я торгую, но, как оказывает практика, меньшим объемом и все-таки более серьезно, более струблезно я отношусь к отбору торгового сигнала. Почему? Потому что это последний торговый день недели, и мои сделки достаточно часто являются не однодневными, не внутридневными. Я их периодически переношу на следующий день. Поэтому очень важно понимать, что в пятницу может сделка не закрыться, и поэтому нужно там дождаться, чтобы хорошо прошла цена от стоп-лосса, чтобы стоп-лосса перенести в безубыток. Поэтому все-таки пятницу я практически не торгую, хотя новостной фонд именно в пятницу, как показывает практика, достаточно насыщен. И сегодня, на текущей неделе, точнее, пятница у нас будет очень интересна, хотя на данный момент сказать однозначно, будет ли нонфарм в эту пятницу или нет, ну, крайне сложно. Почему именно, я расскажу немного позже. Сегодня мы с вами договорились, что, в принципе, новостей практически очень важных нет, и практически их вообще, в принципе, нет. Есть с очень-очень слабой степенью важности, но я их даже не буду отмечать, потому что, ну, я не вижу в этом никакого свидания. Вторник, 29 августа. Из более-менее значимых новостей – это индекс цен на сырье в Канаде. Понятное дело, что если стоимость, средняя стоимость сырья будет достаточно хорошо расти, это хорошо для канадского доллара. В частности, если главным показателем будет рост цен на нефть. В таком случае, конечно же, канадцу будет хорошо. Соответственно, если будет снижение этого индекса, канадцу будет плохо. Все, в принципе, предельно понятно. И во вторник более значимым событием является индикатор потребительской уверенности в США. Вот этот показатель является более значимым для доллара. Почему? Потому что если потребительская уверенность, если готовность потребителей тратить будет расти, соответственно, это хорошо для экономики, ну и, конечно же, это хорошо для доллара. Также, в принципе, Америку не открывает. Думаю, всем все прекрасно понятно. Переходим на среду. Сразу начнем с европейской торговой сессии. Здесь я отмечу также не очень много показателей. В первую очередь, по Европе я отмечу индекс потребительских ценов именно Германии. Сделаем акцент на том, что это предварительные данные. Соответственно, если это предварительные данные, то они имеют более высокую степень важности. Одну секундочку. Да они имеют более высокую степень важности, нежели окончательная цепь. Это вот такой очень важный показатель. Соответственно, инфляция, если будет расти, то, конечно же, это будет положительно для евро. И сразу переходим на американскую сессию. В 15.15 по московскому времени будет опубликован индекс числа занятых от ADP. Соответственно, это достаточно сильный показатель, достаточно значимый показатель. Но я к нему отношусь как к некой предварительной оценке нон-фарм. Если же ADP выйдут неожиданно хорошими, а прогноз в принципе, ну не то чтобы сильно хороший, но в принципе положительный. И вот если же будет прогноз заметно лучше, если будут фактически данные заметно лучше прогноза, в таком случае мы с вами можем понимать, что доллар может укрепляться. И соответственно, самое важное, что мы уже сможем более-менее прогнозировать относительно того, какими же будут нон-фарм. Но так как мы в принципе видим, что спрос на доллар достаточно слабенький, не очень хороший, мы с вами прекрасно понимаем, если эти данные окажутся заметно хуже прогноза, для нас это, конечно же, выгоднее, как трейдеров, то доллар пойдет дальше вниз, и мы сможем абсолютно спокойно продавать его по всему спектру рынка. И, конечно же, уже будем рассчитывать, что в пятницу выйдут слабые нон-фармы, и это позволит нам еще активнее продавать доллар. Это что касается среды. В среду еще также будет опубликован отчет, квартальный отчет за второй квартал в США по ВВП. Это опять-таки предварительная оценка, соответственно, если это предварительная оценка, мы понимаем, что важность этого события выше. И, соответственно, если выйдут плохие данные, конечно же, доллар также будем продавать. Смотрим в этом направлении. Кто торгует нефть, 17.30, мы с вами знаем, что в каждую среду у нас публикуется отчет по запасам нефти от Министерства энергетики. Думаю, что много уделять внимание этому показателю не нужно. Но если дальнейшее уменьшение запасов будет, конечно же, нефть будет дорожать. Ну и, конечно, если неожиданно вырастут запасы, чего, в принципе, в последнее время не было, то нефть может очень хорошо обвалиться. Четверг. Ну, для меня четверг на текущей неделе, ну, как и в принципе четверг, я его люблю по той простой причине, что, как правило, именно в четверг торговая активность достаточно хорошая. Это такой день, переход к последнему торговому дню недели. Насыщенность на основу фонов в каждый четверг самая высокая, самая высокая концентрация таких значимых событий в четверг. Поэтому я его люблю, потому что, ну, понятное дело, для нас трейдеров, чем выше волатильность, чем больше движение на рынке, тем больше возможности заработать. Итак, в четверг, в первую очередь сразу же отмечаем по европейской сессии, это инфляция в еврозоне. Если в среду у нас инфляция по Германии, хорошие данные по Германии, как правило, говорят о том, что и по еврозоне в целом также будут хорошие данные. Соответственно, если в среду будут плохие данные по инфляции в Германии, то и по еврозоне также могут быть чуть хуже, чем прогноз, чем предыдущие значения. Вот здесь можно отслеживать и как бы уделять внимание сначала германской статистике, немецкой статистике, а потом будем понимать плюс-минус, какой может быть статистика и по еврозоне в целом. Но также в четверг нужно обратить внимание на отчет по рынку труда, именно по Германии. Объясню, почему я практически не уделяю внимания сейчас статистике по безработице в Германии, еврозоне, ну, еврозоне еще, да, в Германии, там, Штатов не особо уделяем внимания по той простой причине, что ситуация на рынке труда в крупнейших экономиях мира очень хорошая. Сейчас мы находимся, ну, мы видим, что уровень безработицы, там, в Штатах, в Германии, в Японии на таком уровне, ну, как бы ниже даже целевого. Поэтому говорить о том, что незначительное улучшение или ухудшение может перевести к очень мощным реакциям на рынке, нет. И даже, ну, там, не очень сильное ухудшение ситуации может полностью проигнорировать рынок. Это нужно четко понимать. Поэтому я все-таки в первую очередь обращаю внимание на инфляцию в данном случае. Почему? Потому что с инфляцией есть проблема, как и в Германии, в Еврозоне, в Штатах, ну, и так далее, в принципе. На сегодняшний день ситуация на рынке труда не имеет такого влияния на экономику, такого влияния на динамику движения цен, как, к примеру, инфляция. Поэтому и в 2016 году, там, в 2015 году мы уделяли много внимания рынку труда. На сегодняшний день акцент немножко смещается на инфляцию, ну, немножко даже учить сеть. С открытием американской торговой сессии. Канада у нас изменение темпа роста в УВП. США число первичных обращений за пособием по безработице. На вот этот показатель в Штатах реагируют трейдеры только лишь в том случае, если есть сильное отклонение, или неожиданно хорошие данные, или неожиданно плохие данные. Вот, собственно, вот такая ситуация по четвергу. И в четверг я еще уделяю внимание индексу Chicago PMI. Почему я уделяю внимание этому показателю? По той простой причине, что неожиданный или же рост. Николай, обязательно расскажу, сейчас закончим по новостям. Расскажу. Chicago PMI, если будут хорошие данные, то, в принципе, ну, вы все прекрасно понимаете, Штаты это еще пока что производственный центр. Если есть производство, если все у них хорошо, то значит для экономики это в целом хорошо. Но если же данные будут неожиданно плохими, то с очень высокой степенью вероятности, что доллар будет также терять позицию. Ну, и, конечно же, никогда мы не исключаем из внимания это расходы. Расходы населения, потребительские расходы, это очень-очень важный показатель для любой экономики. Это нужно четко понимать, это нужно всегда отслеживать. Я, по крайней мере, делаю так. Почему? Потому что если расходы населения увеличиваются, это в любом случае очень большой плюс для бизнеса. Если есть плюс для бизнеса, значит есть вероятность того, что инфляция будет расти. Ну, в данном случае есть вероятность того, что, ну, увеличивается вероятность того, что экономика будет расти и, соответственно, инфляция. Ну, или наоборот, инфляция и экономика будет расти. Поэтому я все-таки на эти показатели делаю большую ставку, если они будут неожиданно плохими. В принципе, там прогнозы более-менее неплохие, конечно, немножко в сторону ухудшения. Но если они окажутся хуже прогноза, фактически да, то в таком случае у доллара будет побольше проблем. Ну, и, собственно, на данном этапе для меня это, скорее всего, даже положительный фактор. Потому что я сейчас смотрю в сторону продаж доллара. И вот вопрос, какие планы фунтика сегодня. Смотрите, фунт, я, если мы говорим валютную пару фунт-доллар, я ее покупаю. Я ее покупаю сейчас пятницу, держу длинную позицию. Но здесь немножко акцент стоит не столько в покупку фунта стерлинга, сколько в продаже доллара. Вот здесь вот такая вот у меня сейчас ситуация. График сегодня открывать не буду. Вы можете зайти на мой страницу в фейсбуке, Роман Шевченко, финансовый аналитик. И там я сделал ссылку на статью. Я сегодня по фунту им написал. О том, что я жду его вверх, по уровням там все детально расписано. Мир во всем мире. Я тоже за мир во всем мире, поэтому это очень важный аспект. Но так как мы трейдеры, трейдеры даже больше, я скажу, мы не просто трейдеры. Мы трейдеры спекулянты. Поэтому нам важно движение цены в определенный момент времени. Мы не говорим о глобальной ситуации. Мы говорим о ситуации, ну я бы сказал так, в краткосрочном периоде. Да, есть трейдеры, особенно на рынке форекс, которые говорят, я долгосрочно торгую. Потом спрашиваешь, сколько у тебя средняя сделка? Говорит, 3-4 дня. Ну, неделю бывает должно. Друзья, это не долгосрочно. Долгосрочно, это если у вас одна сделка, открытый там квартал, два-три квартала. Вот это долгосрочно. Все остальное это краткосрочно. Просто мы привыкли называть это еще среднесрочно. И перейдем к последнему, но не самому менее важному дню. Это пятница. Почему я сделал акцент в самом-самом начале? Почему пятница может быть и будет для нас интересна? Потому что в пятницу публикация non-farm. А теперь вспоминаем, когда non-farm публикуется, это очень-очень важно. Non-farm публикуется всегда в первую пятницу месяца. Но так как первая пятница месяца попадает на пятницу, на первое число, очень часто non-farm переносят, публикацию non-farm переносят с первого дня недели. Это важно понимать. Поэтому я не исключаю, что non-farm перенесут на восьмое число. Это нужно следить. И как правило мы узнаем о том, что эта статистика может быть перенесена уже в пятницу утром. Так было, если я не ошибаюсь, или в марте, или в апреле месяце. Вот точно сейчас не вспомню. Но в этом году уже было, что переносились non-farm. И мы узнаем о том, что non-farm будет переноситься буквально за день, за два, а бывает и в день публикации. Поэтому мы внимательно следим. Если мы открываем календарь в пятницу, к примеру, утром, и видим, что non-farm нет, вы не переживайте, ничего там в Штатах не случилось, скорее всего. А просто абсолютно нормальная процедура, когда не успевают посчитать статистику. Ну, вы должны четко понимать, что сегодня должны посчитать всю статистику для того, чтобы ее опубликовать завтра. То есть ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни на протяжении всей недели не опубликовать в первую пятницу месяца. А так как первая пятница месяца попадает на первое число, бывает эта статистика смещается. Поэтому если все-таки данные по non-farm будут опубликованы в пятницу, если же эти данные окажутся хуже предыдущего значения, а прогноз именно такой в сторону хуже, то у доллара будут проблемы, и мы его будем продавать. И в валютной паре евро-доллары, фунт-доллары и так далее. По поводу ситуации по фунту, я уже сказал, я написал сегодня утром обзор. То, как я это вижу, отметил основные уровни, поэтому можете посмотреть, или зайти на сайт fiba.guru, там этот обзор также есть. Поэтому не вижу смысла сейчас открывать терминал, тем более я знаю, что через 4 минуты следующий лектор. Можете зайти и эту всю ситуацию более детально посмотреть. У фунта пока что есть потенциал для роста. Да, да, конечно. Хорошо, спасибо вам большое, Роман, за обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на этой неделе. И вам также, да. Спасибо, всем удачи. Спасибо, до свидания. Спасибо.